Физики XVIII века рассматривали электричество и магнетизм как совсем разные и никак не связанные между собой явления. Но в 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед обнаружил, что стрелка компаса, установленная рядом с проводником, отклоняется, когда по этому проводнику течет электрический ток. Чтобы повторить опыт Эрстеда, подсоединим концы длинного медного провода к источнику постоянного тока. Пока источник отключен, стрелка компаса показывает на север. Пропустим по проводу ток 5 А, и стрелка компаса разворачивается поперек провода. Если компас держать не под проводом, а над ним, стрелка поворачивается на 180 градусов. Если поменять направление тока на противоположное, это тоже приводит к обращению стрелки. Воздействие тока на магнитную стрелку быстро ослабевает с увеличением расстояния. Чтобы увеличить создаваемое электрическим током магнитное поле, надо увеличить сам этот ток. Этот источник может отдавать ток до 100 А, хотя его предельное напряжение равно всего 3 В. Просто сопротивление цепи должно быть очень низким. Для уменьшения сопротивления мы будем пропускать ток по медной трубе и подводить его по толстым проводам. Сейчас сила тока в цепи равна 100 А, при этом напряжение на источнике составляет всего 0,3 В. Поднесем компас к трубе. Стрелка компаса отклоняется поперек направления тока. Обнесем компас вокруг трубы. Его стрелка все время встает перпендикулярно направлению на трубу, и поэтому силовые линии магнитного поля вблизи прямолинейного проводника с током это обведенные вокруг этого проводника окружности. Итак, ток течет по проводу от плюса к минусу, то есть сверху вниз, а силовая линия магнитного поля обходит провод по часовой стрелке, если смотреть на нее сверху. Чтобы запомнить, в какую сторону направлено магнитное поле тока, удобно применить правило буравчика. Когда мы закручиваем штопор в направлении тока, его рукоятка вращается в направлении магнитного поля. Посмотрим, как магнитное поле прямолинейного проводника с током убывает с ростом расстояния до него. Чтобы уменьшить влияние подводящих проводов, будем проводить измерения в плоскости перпендикулярной плоскости рамки. Установим датчик магнитного поля вплотную к трубе, включим питание и постепенно отведем датчик от трубы. Вот получившийся график зависимости магнитного поля от расстояния. Он с хорошей точностью приближается функции единицы на r. Магнитное поле убывает обратно пропорционально расстоянию. Поэтому магнитное поле бесконечного прямолинейного проводника с током пропорционально силит тока в проводнике и обратно пропорционально расстоянию до проводника, а его направление определяется правилом буравчика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова